Привет, бойцы! С вами проект Муай Тай Сикея, я Варченко Виталий. А сегодня мы посмотрим на интригующий реванш мастера шаолинского кунг-фу Юлонга против легенды Муай Тай Буакава Банча Мека. Первый бой этих славных рубак я вам уже показывал, но если вы не видели, то можете его посмотреть в подсказках или в описании под видео. Этого реванша ждали многие, особенно фанаты Юлонга. И проходил он, как вы наверное догадались, в Китае, где Манак Шаолин номер один очень популярен. А кто-то забыла, когда у него не смотря, что у него была такая такая иная, и он был слишком лучшим, и он был журнажем, и он был пытался сделать это, И в тех же время на нашем мании, вот этот минул раз пошел. Первый раунд был довольно равным. Оба бойца сделали акцент на руки, особенно на боковые удары. Но практически все они проносились по воздуху. А те, что долетали до цели, не приносили урона. Так как попадали по перчаткам. Елонг пару раз пытался сделать свои коронные бэкфисты, но впустую. Кстати, из-за того, что Буакав маловато бил ногами, ему не удавалось проводить высекания, как в первом бою. А это одна из его корона. В свою очередь Буакав не раз пробивал жесткие колени по корпусу и бросал монаха с клинча. Делая скрутки и пару раз высекания. Буакав не разорвать. Потому что бойца была искала única. Есть это понятные High C. Стоит разорвать. Не разорвать встречу в этом. На самом деле, у нас все вообще решение. Начало второго раунда было в той же манере, но бойцы начали больше работать ногами. Небольшой казус в виде мокрого ринга помог Буакаву нанести четкий правый прямой, когда Илонг апеллировал к судье, но монах даже его не почувствовал, башка у него реально железная. Отличный обмен ударами. Шаолин попадал руками, а тайец отвечал ногами, но держал кого обоих на высоте. Продолжение следует... Классная серия прихвата ног с разным успехом и результатом. Но оба показали, что умеют дорабатывать в таких ситуациях. Продолжение следует... Продолжение следует... Отличный второй раунд с жесткими обменами. Как по мне раунд был равным, но с натяжкой его можно отдать Илонгу, учитывая родные стены и того ничья и решающий третий раунд. Продолжение следует... Третий раунд начинается с вязкой работы и клинча. Видно, что бойцы подустали. Мы уже не видим жестких серий ударов. Все-таки во втором раунде они выложились по полной. Давайте посмотрим. 沒有 времени на сцене воды Ben to retompись. С however, естьît. Буакав отлично подключает ноги, а Илонг кажется вообще забыл, что можно работать ногами. Он полностью делает акцент на руки, но в основном это приводит к вязке и клинче. Субботитры делал на waiра. ЗВУКИ! Субботитры делал. Субботитры делал. ЗВУКИ! Компомпомпомпомпомпомпомпомпомпо. Ля Patty Женицко. Два удара подключает. Играет музыка. Неоднозначный раунд, без явного преимущества одного из бойцов. Для меня тайц был лучше, бьем более мощно и разнообразно. Шаолиню мало что удавалось, кроме клинчевания и пары ударов руками. Но не нужно забывать, что бой проходил в Китае. И второго поражения своего любимца публика принять была не готова. Поэтому судейским решением победил монах Шаолинь Елонг. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Продолжение следует...